МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. Водители волгоградских маршруток не встали на путь исправления. Итог очередного рейда. Десятки выявленных нарушений. Некоторые агитационные материалы кандидатов депутаты Госдумы вызвали сомнения избиркома с точки зрения законности. В Краснооктябрьском районе Волгограда украли крупногабаритную строительную технику. Изобретательные воры уже пойманы. Страховые компании не пойдут навстречу потребителям и не будут оформлять ОСАГО через интернет раньше Нового года. Сегодня в Управлении антимонопольной службы по Волгоградской области было принято решение прекратить производство по делу местного филиала Росгостраха об уклонении от заключения электронных договоров ОСАГО. Комиссия настаивала на обязанности компании отвечать запросам потребителя. А у страховщиков была своя позиция. Мы считаем, что обязанность такая у страховых компаний, согласно закону, который приняла Госдума, вступает с 1 января 2017 года. Соответственно, к 1 января все базы данных, все информационные системы компании будут готовы. И с 1 января 2017 года, в соответствии с законом, мы будем предоставлять возможность гражданам выписывать полисы ОСАГО в электронном виде. Мнение страховщиков поддерживает и Центробанк. Из ответа регулятора сферы автострахования до 1 января обязанности выдавать электронные полисы ОСАГО у страховых компаний нет. В то же время представители Центробанка ни на это, ни на предыдущие заседания не явились. К сожалению, представители Банка России в очередной раз проигнорировали наше заседание, заседание нашей комиссии. Хотя представители Банка России в соответствии с законодательством в обязательном порядке должны входить в состав нашей комиссии, комиссии антимонопольного органа, когда мы рассматриваем дела в отношении финансовых организаций. Напомним, что с 1 января 2017 года для всех страховых компаний в Волгограде и по всей стране будет введен обязательный пункт по продаже полисов ОСАГО через интернет. Региональная избирательная кампания по выборам в Госдуму для некоторых кандидатов и партий проходит с определенными трудностями. Сегодня избирком Волгоградской области запретил распространение агитационных бюллетеней партии «Справедливая Россия» и кандидата от КПРФ Михаила Таранцова. В обеих агитках члены комиссии обнаружили фотографии граждан, не являющихся кандидатами. Вот такой агитационный материал заказчик кандидата депутата Таранцов, оплаченный из его избирательного фонда. Данный агитационный материал содержит фотографии физических лиц кандидата, которых, по мнению рабочей группы, также нельзя считать неопределенным кругом лиц. Есть в случае запрещения. Кандидатство, в принципе, запрещает сейчас публикацию средних лиц, которых можно идентифицировать. Сегодня же избирательная комиссия Волгоградской области отказала кандидату от партии «Парнас» в выпуске в эфир агитационных роликов. В них усмотрены признаки оскорбления и клеветы в адрес президента России. Кроме того, высказывания выдвиженца от партии «Народной свободы» по Волжскому избирательному округу номер 84 Игоря Конотопова, по мнению рабочей группы, область «Биркома» говорят об экстремизме. Помимо видео, «Парнасу» отказали в распространении печатных материалов. В Волгограде задержаны граждане, которые умудрились похитить дорогостоящую крупногабаритную строительную автотехнику сохраняемой стоянки. Для совершения преступления они наняли водителей и использовали поддельное удостоверение судебного пристава. Два человека, один из которых представлялся сотрудником приставов службы исполнителей наказания, предоставив заведомо фактивные документы на чечение имущества, похитил автотранспорт территории Красноземецкого района. Хищение произошло совместно с еще тремя лицами, двое из них, которых установлены, задержаны. В отношении последних избранных мер, в чечении извлечения по стражу. Когда крупногабаритная техника пропала, руководитель фирмы по строительству и монтажу объектов социального назначения, расположенный в Красноармейском районе, обратился в полицию. Подозреваемые в краже были задержаны при силовой поддержке бойцов СОБР. За кражу, совершенную в особо крупном размере участникам преступления, грозит до 10 лет лишения свободы. Сегодня в Волгограде прошел очередной рейд по контролю за работой маршруток. Выяснилось, что водители по-прежнему нарушают правила перевозки пассажиров, лицензионные требования, а также не следят за техническим состоянием машин. Не обошлось без штрафов. Вы согласны с нарушением? Да. А какой штраф? 100 рублей. А будете устранять нарушение? Конечно, конечно. У меня просто запаска стоит, а я сейчас поставлю свое колесо и пойду. Мы обращаем внимание на выполнение перевозчикам лицензионных требований, чтобы путевой лист был у водителя, правильно оформленный путевой лист, а это значит, чтобы там был и предрейсовый технический контроль соблюдался, и медицинский предрейсовый осмотр состояния водителем. На основании путевого листа можно сделать вывод, когда выехало транспортное средство, как правильно оно выпускалось, спидометр, заверяется ли спидометр механик, то есть работу полностью транспортного предприятия, начиная от медика и механика, который выпускает транспортное средство. Еще одна старая и пока неистребимая привычка водителей маршрута к остановке в неположенном месте, например, под Самарским мостом, как действовала нелегальная остановка, так и сегодня здесь высаживали пассажиров, а это повод для очередного рейда. На этом все, до свидания.